итак всем гав с вами тяв сегодня мы продолжим играть в малыша кролика на чем это вообще становитесь по моему перчаточка последний момент был сухие колючие ветки переплетались навеваю неуютные мысли о решетках защищает ли они лес да если что запись идет уже вообще в любой рандомный левый день уже прошло верно дня 3-4 а нет неделя и уже неделю не делал или наоборот удерживать нечто внутри на одной из острых веток что-то висело повязая в сугробах я бросился ближе почти к самой границе леса и увидел вязанную варежку точно раненая пташка среди изголодавших веток может отнести ее милиционерам из их старший хоть и выглядел угрюмо напоминал мне капитана казанова из моего любимого сериала улица разбитых фонарей а сериал я думаю кто рашин тот знает улицу разбитых фонарей так что я даже не буду читать инфу о этом такой же полной тревоги с уставшим взглядом но при этом храбрый и сильный поможет ли ему варежка найти пропавшего мальчика но типа собака и щейка по идее вообще могла попробовать взять след но я сомневаюсь что типа эту варежку в этом был бы смысл потому что родители по-любому дали бы что-то еще чтобы та взяла след но если не взяла еще до этого до этих пор то как варежка то поможет вова послышался далеко крик кажется у реки вова словно сами деревья звали кого-то вова подхватилась уже ближе там за деревьями кто-то стоял хоронился вова и я понимал скорее всего кто-то ищет пропавшего мальчика но все же было что-то странное в той фигуре в ее неподвижности том как она неестественно клонилась к земле в ее черноте там никого нет лишь ветка и корни просто мое воображение где-то громко захлопала крыльями птишца опа тень от дерева отделилась тени скрылась из виду опа тени ожили я на секунду отвлекся когда вновь посмотрел на то же место фигуры уже не было померещилось долго очень долго стояла тишина но если там кто-то был то следы должны были остаться ну а судя по следам то что не бегаю значит это либо галюники либо сон мускулы мои были напряжены сердце грохотало в горле сердце в горле ладно любой шум маленький намек на движение шепоток из чащобы и я бросился выбежать но ничего не происходило вы же он так боится это же баба срался бы на его месте это прикинь ты сидишь вы пускаю не нажал не то случайно вот и прикинь ты сидишь себе спокойно 200 ведь пофиг когда ты дома а ему которые человек сейчас вышел в лес где его может любой момент сжать волк кто еще там я не знаю кто его мог там похитить того мальчика убить так пропуск убираем ну на самом деле лучше взять перчатку и показать милиции вы типа ну смотри уже тут вот у меня около дома была перчаточка с речью нашел так что взять я принял решение снять одинокую варежку с ветки так крик прокатился по полю и рассеялся вдаль без эхо без надежды на отклик побежала снова ты смотри кто бегает нет чувак верни слышишь это тупо если я то не видел тут не было до этого тени а сейчас они появились шагов к ощетинившимся деревьям пытался снять свою находку она не поддавалась я потянул сильнее ветка хрустного варежка с чавкающим звуком оторвалась от сучка и осталось у меня в руках слишком тяжелая мокрая я невольно жал ее и на снег тонкой струйка потекло что-то темное на сугроб он заклубился пар оба я замер с отвращением разглядывая ладони это кстати может на привычку пойти а она даже так сделаем кивану пофиг я замер с отвращением разглядывая ладони красные треск веток вторгнулся в наступившую тишину секунду не раздумывая я бросился прочь кто-то мчался из темноты ломая синяк стремительно сокращая расстояние ноги ввезли в снегу в голове мечтались безумные мысли спорт 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 сила алкоголь могила сейчас хватит стопают утащишь час шу навсегда чащу но был другой голос наверняка голос разуму он придавал сил ускоряя его бег ты сможешь не останавливайся такая борись борись позади раздался звериный рык такой громкий что уши заложила казалось рычит не одна голодная тварь а целая стая тянет ноздри морозный воздух и чует мой страх сверху захлопотали два гигантских крыла огромная тень повисла над поляной что-то заухало захрипела теперь уже рычали со всех сторон из сухого малинника из рекуще съели что-то уровень бурелома что быстрее беги не оглядывайся правильно словно дурном сновидении снежная поляна стала вязкой как зубучие пески я топтался на одном месте вырвал ногу из рыхлой ловушки чтобы попасть в следующую более глубокую я продолжал тянуть прогружался глубже с каждым отчаянным рывком разве снег умеет так держать я завопил от ужаса сообразив что это не снег кто-то в сугробе схватил меня за штанину и собрал все силы в кулак я риск вернулся вперед давление исчезло и ботинок выскользнул из ямы подошва оттолкнулся твердой поверхности одним прыжком я достиг и расчищенные тропинки и оттуда помчался к дому и его угрюмый фасад уже не казался враждебным дом был моя защита от хлопающих крылья теней от ползущих под снегом существ я споткнулся в порог и врезался в дверь попыхах различил на них царапины словно пёс бил лапами по дереву требуя чтобы выпустили погреться уходя на прогулку я не заметил этих глубоких ритвин ритвин стук сердца в ушах заглушал прочие звуки я не слышал идет ли кто за мной что если она уже во дворе а мама заперла дверь захлебывая страхом я дернул ручку то покорно поддалась я ввалился в коридор и тут же захлопнул дверь доски крыльца тихо запищали то преследователи поднялись по ступенькам у меня соскальзывали пальцы никак не получалось защелкнуть замок тиснув зубы я дернул железный набалдашник загоняя запор в проемные планки я таращился на дверь за перегородкой тонкой жалкой бесполезное одеяло кто-то стоял хриплое дыхание проникало в дом и накатывало волнами отчетливо пахло хвоей и потом мама выглянула из кухни и бесстрастным голосом каким часто говорила с отцом отчерканила вернулись на землю с небес обычно же типа ой-ой страшно все плохо за нами гонятся это не хлопай да я обосрался постпоман все хорошо я покосился на дверь запах исчез вместе с ним и дыхание если там и вправду кто-то дышал здесь в пяти метрах от мамы страх понемногу ослабевал таял как снежок в тепле а вместе с ним и остатки сил ноги подыгнулись я оперся в стену чтобы не плюхнуться на пол вдруг мамино лицо изменилось ледяная маска строгости и отстраненности мигом слетела мама стала такой же какой была до всех этих ссор она наконец-то увидела мое состояние мое облепленное гроздьями снега мокрые штаны вообще я сам ему говорил сиди а он побежал вот дурак же ему там расследование забей на расследование отдыхай последние дни каникул мама она бить вот я испугался что она расплачивается потянуться к ней как если когда она просила на руки она он а он бросил и к ней на руки она но мама успокоилась и вновь стала прежней глаза и были снули стали голос звенел я не курю признавайся ты их снащил курить бегаешь там там за мной кто-то гнался я думал меня пытаясь все объяснить я начал заикаться слезы подступили к горлу мама склонилась и обнюхала меня по зверински выискивая запах табака по хмурому пощурилась и с недоверием посмотрела во двор и тут же изменилась лица покрыла прикрыла рот радошкой кто они сердце лихорадочно забилось будто я снова был добычей загонщики выследовали меня в поле мама поманила пальцами а кое-как набрав смертности выглянул уходное окно в лицо своему страху сквозь зимние узоры на стекле было едва различимы косматые силуэты барахтавшиеся снегу а собаки ямах собаки всего-то маленькая свора дворняк без имени хозяина лишь изредка напоминавшая голодных страшилт живущих у кромки леса антон ё-моё блин они же хорошенькие ладно ну ладно толпа стая можете сожрать будем честны улыбка медленно исчезла с нами наводится и теперь мама посмотрела по-другому словно впервые видела этих собак вот-вот ну это вообще жестоко не слышишь чё это надо мне еще уведомление нахрен так ну временно немножко попытался исправить не уверен что поможет ну ладно вот-вот нейтрал нейтрал и не враги и не друзья покажи пока не тронули значит все хорошо значит и не враги но отчитывая что они опасны то значит и не друзья нейтралитет маленький двенадцать годика мама хмыкнула а мне сдалось невыносимо обидно да так что я прикусил губу и уставился затянутый получим теменами угол ну да сыщик из меня никудышный и рисковал я не жизнью перед чудовищами монстрами а своими брюками перед блохастой шавкой глупых дворняк слышишь дворняк не обижай и чего и ради чего все это сдалось мне это варежка ну конечно же в руке чатнула темная липкая рукавица пропавшего мальчика с которой как оказалось я не расстался все это время вот мой козырь настоящего детектива я поспешил предъявить мою улику маме мам смотри это вовина варежка о варежка еще с кровкой да типа так еще раз продолжаем ну того про которого утром милиция спрашивала она вся в крови на дереве висела вон там могу показать давай в милицию скорее позвоним как нас участковый просил мам гляди на скривившемся мамином лице появилась тень недоверия словно воспоминания о чем-то давно забытым так люди пытались вспомнить сон но образы ускользнают ускользнают не прекрати сейчас Оля тебя услышит с ума сойдет она и так не спит на все подряд жалуется еще и ты со своими шуточками теперь я видел что мокрая варежка была от снега никакой крови это все просто исчезло знаешь что мамка такая типа у нее короче как этот мистер мускул ту 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 и все и нету вот сюда хотелось сквозь землю провалиться жрица так и бывало тоже в жизни иди сюда да не стой со лбом вот быстро пей да вообще штырит не по-детски уже видимо попустила раз уж кровь пристали видеть значит нужно еще одну дозу чтобы снова видеть начать на мою доню пала золотистая пилюля напоминающую мертвую осу я уже пил сегодня за завтраком поприрекайся мне еще сказала дома сидеть нет же был бы отец выпорол сейчас же выпей а то ночью не уснешь тебе идти в школу завтра это что какое-то успокоительное не знаю что она дает скорее всего скорее всего кстати есть проглотив горькое лекарство запив его не менее противной водой с привкусом хлорки шо ухлорированная вода вы шутите это ж нельзя пить не пейте дома ухлорированную воду может это и была не Вовина рукавичка может и не рукавичка вовсе как и чудовище из леса и Олина сова я схожу с ума что со мной происходит то ли таблетка подействовала моментально то ли переразбужденный мозг не подпускал страх пришло спокойствие зеводное безразличие Антон выпил? сможешь если захочешь реально походу успокоительное какое-то раздевайся уснул что ли? нет мам просто задумался интересно о чем же? так глупости взять мамина мама смирила меня подраздительным взглядом смирила? не сверлила? окей словно сомневаясь что перед ней родной сын а не какой-то притворник явившийся из леса точно все нормально? пф твои таблетосы уже начались штырить у тебя такое лицо было когда милиционер рак на спросил все нормально мам все окей она глубоко вздохнула дом будто изменился потускнела диванная дивная обидка на кафеле ванной печатали следы чьих то пальцев лампочки светили иначе тускло и желто даже привкус слюны во рту казался другим со второго этажа расслышалась мелодия Айладдина Оля посмотрела свои любимые сели и русалочки и переключилась на другие кассеты я неспешно разделся задержался перед умывальником разглядывая в зеркале свое отражение словно изучая ребус найди отличия потом поднялся по лестнице умолкли голоса джафара и яга блин озвучка знакомая я тоже такие слышал у меня тогда были не кассеты а диски уже но все же потому что на кассетах у нас был проигрыватель но я не смотрел проигрывать и уже потом только смотрел когда были диски при том что с такой же озвучкой я прошел мимо Олиной спальни и юркнул в свою комнату о трицерапопс да, моя фигурка трицерапопса я знаю почти все разновидности динозавров велоцираптор афровинаптор гипсофиладоны помню когда мы еще жили в городе пошли в кино с родителями на парк южного периода я сфотографился на фоне возле механического тирекса он вертел головой и так оглушительно рычал так же было здорово а рядом игрушка трансформер роботек обожаю этот мальчик когда в заставке разгоняется истребитель и пищит бластеры можно быть уверенным что ближайшие 20 минут пройдут потрясающе космическая фабрика Зентрейда захвачена Рик, приготовься к бою не шаг днем лес не кажется таким мрачным прикрученные ветви деревьев вдали и заснеженное поле между домом и лесом нагоняют зевоту но иногда я ловлю себя на том что забыв про уроки смотрю в окно на обедененные кроны обеденные кроны я мечтаю стать художником с тех пор как папа купил мне первый комикс журнал муха самый крутой я особенно люблю большой космический выпуск с инопланетными монстрами и смешную серию про жандарма с тех пор я рисую все подряд и вроде бы получается неплохо когда-то в мухе опубликовали мое письмо может и мой комикс однажды там напечатают может быть о че комикс монстры и привидения НЛО энциклопедия паранормальных явлений издательство Росмен и из нее я узнал про лохнесское чудовище Медузу Гаргону и Бигфутер а Оля от книжки шарахается разделы про монстров и пришельцев она еще кое-как пролистала вместе со мной но середина энциклопедии где говорилось про призраков ее напугала помню прочитав книгу я даже поохотился за привидениями измерял линейку расстояния между предметами на столе и утром проверял не сдвинулись ли они под воздействием призрачных сил не не сдвинулись хотя на что я надеялся повстречу Каспера доброе привидение Каспер так как странно я вроде бы это двинул штору смотри а тут в шторке так кто-то стоит как странно я вроде бы это двинул штору а за шторкой то есть кто-то эй ты выходи ты выходи ты я тапочки то вижу и силуэт твой вижу Олька же вроде в другой комнате подожди подожди ты кто давай отодвигай штору ты чё у тебя кто за шторой стоит ты чё дурак один из ящиков с стола пустовал туда я спрятал варежку вместе с номером телефона участкового такое простое действие отняло у меня последние силы я сел на кровать и только увидел за шторой кто-то стоял моя рука бессиленно упала лекарство тому вино или прежний стресс но комната колебалась словно ветер надувал стены пару сину углы плыли и изгибались только силуэт между подоконником и гординой оставался недвижимым ткань облепила предтаившегося гостя да и Олька же ё-моё точно саван подумал я Оля кого же ещё там стоять я встал с кровати облезал пересохшие губы вообще да вопрос она ж вроде недавно там сидела в комнате переключала серии Оля очень смешно силуэт не шевельнулся шторка мягко обтекала контур будто не человек а уплотнённое мрак я потянулся к шторе тук-тук стучало отрегулированное таблетками сердце отрегулированное таблетками сердце ветер в поле пел трогоголосым голосом на секунду захотелось вернуться на кровать лечь и просто смотреть за человека за шторкой зная что он смотрит в ответ так и сделай тролль тысячного уровня смотрит не моргая и ждёт когда ты уснёшь пластмассовые кольца шуршали о карнизе когда я ревком отдёрнул шторку а всё-таки Олька да было бы забавно знаешь лежать такое чисто на неё втыкать она такая на тебя ты на неё она на тебя и такие ну и давай кто продержится дольше я сразу понял что это ты на фоне подзакатного солнца над Олиной головой вспыхнул светлый нимб ди словно моя сестра светилась эм нет кстати геншим факт когда Оля была совсем крошечной папа частенько говорил что она светится от радости я возражал она же не фонарик чтобы светиться однажды поднёс её к окну и солнечные лучи попали на улыбающийся личико казалось я держу на руках ребёнка сотканого из света а я всё видела да ну что ты спрятал эом вылитая маленькая мама ещё до того как она нацепила эту маску тоскливой усталости и перешла на приказной тон оля побежала к столу спросила округлим козла за да конечно абсолютно ну да всплыл четкий образ варежка висящим на суку тону нет ты не мог ее украсть а вдруг и украл не может быть такого ну прикинь ты идешь по лесу такой ой мокрая варежка пойду повешаю одну варежку на окош на веточку а вторую оставлю себе да если варежки мокрые ты либо 2 вешаешь сразу чтобы они обе подсохли либо ты их не вешаешь ну на хрена вешать одну варежку да тем более зимой на снегу ее впроще уж карман положить да будет мокрый кармашек ты ее хотя бы не просрешь как бы но это думай головой у леса склонившую силуэты за деревом оля кто хотела могла быть капризной и на поезд да да шо там такого перчаточка селишь более улыбнулась ты шо быканула для этого услышанную ею в старом фильме по пионеров что мы смотрели однажды пионеры короче пацанчики ходящие с красной ленточкой типа хорошие мир трудма и все прочее вот правильно нельзя так говорить оля кинула и жестом запил ротный невидимый ключик любопытство переполняла ее пустякалась в огромных глазах я выдвинул ящик и оля наклонилась в дыхание казалось там лежала не просто рукавичка какой-то диковинный зверек она сказала это с такой интонации будто сама не могла понять что это такое соля с опаской подошла прошла по комнате и печатала в ваконное стекло ладошки вопрос застал меня врасплох да да наверное да как же мелькнул за туманным сознанием так знаете что на этом пожалуй пока закончим все спасибо за просмотр всем удачи всем пока подпишись поставь лайк продолжим в следующей серии